Я выросла на этой улице. Детки мои выросли на этой улице. Это, мне кажется, одна из самых красивейших улиц нашей Самары. Зелени много. Это плюс. Ели много. Плюс. Плюс. Отличный транспортный развязка. Лавьеров парк рядом. Магазины, то есть аптека, все под рукой. Вообще, ну и люди все такие доброжелательные, милые. Мне очень нравится этот район и улицы. Я ее обожаю. Вот этот вот сад, который цветет и весной, и осенью. Это так красиво. Улица чудесная. Спасибо за эту улицу. 140 лет назад, истекающая кровью Болгария, восставшая против своих поработителей, с мольбой и надеждой обратила свой взор туда, где восходит солнце. На восток. В Россию. 140 лет назад на Волге, в городе Самара, по инициативе Петра Владимировича Алабина и других поддерживающих его самарцев, родилось знамя, ставшее символом борьбы за свободу и нерушимой дружбы двух братских народов. Знамя, обогренное кровью и ставшее священным. Знамя единства и веры, силы и мужества. Знамя цвета солнца и крови. 140 лет 140 лет – это целая история. Другой была та Болгария и болгары. Другими были Россия и россияне. Другая Старозагора, другая Самара. Но память о тех годах жива и сегодня, и в Болгарии, и в России. Когда закончилась война, русские люди собрали деньги и выстроили памятник. Храм, памятник в честь вот этой вот войны. Он двухэтажный. Наверху проходит литургия, а внизу собрали останки всех воинов, которые принимали участие в этой войне. Русских, болгарских, румынских, шведских. И вот, когда заканчивается литургия, спускается вниз и поминает всех этих погибших воинов. Но дружба – это не только память о прошлом. Дружба – это сегодняшние дела и свершения, взаимопомощь и взаимовыручка. Это общие надежды и устремления, поражения и победы. Поздним вечером 10 апреля 1979 года с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля «Союз-33» с экипажем в составе командира корабля советского космонавта Николая Рукавишникова и первого космонавта Болгарии Георгия Иванова. Это была наша общая победа. Не первая и не последняя. Одна из многих. Проложить дорогу в космос помогали болгарским друзьям и в Куйбышеве-Самаре. По космической программе наш завод участвовал в создании носителей по запуску пилотируемых программ на станции «Союз-Болгарии». Пуск прошел успешно. Взявшись за руки 140 лет назад, русские и болгары также вместе строили дома и предприятия, выращивали сады и шли к новым победам. Взаимный интерес и готовность к диалогу стали основой для обменов делегациями и полетов дружбы, которые начались еще в 60-е годы и вскоре стали регулярными. В июле 1967 года в Куйбышев прибыла первая комсомольская организация из Старозагорского округа. В составе делегации секретарь окружного комитета комсомола Мария Хабова, актриса театра народной оперы Правда Янкова, инженер Дим Частойчев и другие. Десять дней продлился визит болгарских гостей на берегах Волги в Куйбышеве. И уже в ноябре того же года в Куйбышев снова приехали гости из Старозагоры, побывавшие на металлургическом заводе имени Ленина, Зольнинском нефтепромысле управления Ставропольнефть, Волгской ГЭС, Жигулевской птицефабрики, совхозе Черновский. Апрель 1977 года в Куйбышев прибыла делегация болгарских журналистов. Июнь 1980-го – профсоюзная делегация из Старозагорского округа. Сентябрь 1981-го – в Куйбышев прибыли участники «Полета дружбы». Январь 1983-го – литераторы из Старозагоры. Ноябрь 1983-го – специалисты в сфере промышленности. Июль 1984-го – еще один «Полет дружбы». Бывали на болгарской земле и наши соотечественники. И тоже всякий раз, возвращаясь домой, привозили с собой кусочек Болгарии в сердце. Дружеские узы На долгие годы связали и отдельные предприятия, и организации двух городов. Так у коллектива производственного швейного объединения «Красная звезда» сложились хорошие деловые отношения с трикотажной фабрикой «Наталия». Коллектив Жигулевского пивоваренного завода нашел прекрасных партнеров лице болгарских коллег из пивоваренного предприятия «Загорка». А коллектив «Локомотивного депо» имени Коржижановского установил товарищеские связи с родственным предприятием из «Старозагоры». Куйбышевское областное управление лесного хозяйства подружилось со «Старозагорским лесопромышленным комбинатом». А труженики «Волжской ГЭС» имени Ленина с болгарскими товарищами энергокомплекса «Морица-Восток». Теплая дружба возникла и между строителями Куйбышевского треста номер 11 и строительно-монтажного комбината из города Побратима. В результате группа передовых рабочих и бригадиров из Болгарии приехала в Куйбышев делиться опытом работы по отделке зданий, а советские специалисты приняли участие в создании «Старозагорского комбината». Они приезжали к нам как собратья. Болгары вообще были большими специалистами по штукатурке наружных фасадов. У нас этого не получалось за счет скорости. А болгары они делали раз и навсегда, навечно. Вот у них этому можно было поучиться, и мы учились. Дружба, связавшая два братских народа и два города Побратима, нашла свое продолжение в прекрасной идее создания русского уголка в Старозагоре и болгарского в Куйбышеве. На восточной окраине Старозагоры, там где небольшая речушка Бедичка подступает к жилым массивам города, раскинулся один из красивейших парков отдыха, в одном из уголков которого архитекторами и строителями из Куйбышева был воссоздан русский пейзаж. А на Куйбышевской карте, в память о прошлом и в знак нынешней крепкой дружбы между нашими городами, появилась новая улица, названная в честь болгарского города Побратима. Практически это была, ну, как бы, аллея, грунтовая дорога укатанная, и не более того. Значит, мы пришли на эту улицу в границах с советской армией, Старозагородом, 22-го портсъезда, с целым микрорайоном, номер 6. Три смены, без суббот, без выходных, и, значит, растут этажи на глазах. Например, значит, вот я вспоминаю 371-й квартал, мы пришли туда где-то в конце мая и в начале июня, а в декабре уже ввели 10 домов. Жигулевские горы, Балканские горы, Сходству синих отрогов не видно конца. Город Куйбышев дружит со Старой Загорой через тысячи верст неразлучных сердца. Эти стихи куйбышевского поэта Владимира Соколова увидели свет в книге «Куйбышев Старозагора», выпущенной Куйбышевским книжным издательством в 1978 году тиражом 10 тысяч экземпляров. Это было второе издание книги, одно из многих, рассказывающих куйбышевцам о Болгарии и болгарах. Стихи, рассказы, очерки, сказки – все, чем живет человек и о чем он думает, мечтает, что любит. Дружить – это значит понимать и ценить. Об этом и для этого и были написаны все эти книги, выходившие многотысячными тиражами. Рождаются книги о дружбе наших народов и сегодня. И над одной из них прямо сейчас работает писатель Алексей Алексеевич Солоницын. Я очень много размышлял о том, какое же событие, какой момент главный в жизни нашей Самары, где взлет ее духа, где проявление ее силы, мощи, красоты Тухуны. Взлет нашего народного духа Самары проявился в 1876 году. Дружить – это значит понимать и ценить. А понимать – это значит знать язык того, с кем ты дружишь. Именно ради этого в течение уже многих лет студенты филологического факультета Самарского университета учат болгарский язык. Учит их ему доктор филологических наук, профессор Людмила Борисовна Карпенко, влюбленная в Болгарию и в стихи ее замечательных поэтов, воспевших эту землю величиной с ладонь. Но дороже этой ладони нет ничего ни для одного живущего на ней человека. История, традиция русско-болгарских культурных связей, она измеряется не годами, не десятилетиями. Вот как пишут сейчас 140 лет установления русско-болгарских связей. На самом деле исчисляется веками, более чем тысячелетиям исчисляется эта традиция. Болгарский язык – это основа для древнецерковно-славянского языка, на который была переведена Библия. То есть нам необходимо вернуться к осознанию того, что в начале нашей культуры. То есть к нашим азам. Замечательным продолжением дружбы двух братских городов стали творческие связи театральных коллективов. Так на Куйбышевской сцене с успехом шла болгарская опера «Ивайла». А в декабре 1984 года на Куйбышевскую оперную сцену вышла солистка народной оперы города Старозагора Мария Клинчева, исполнившая партию Недды в опере «Лянковало» паяцы. Дирижировал оркестром театра другой гость из Болгарии – Веселин Ненов. Делясь своими впечатлениями о пребывании на Волжской земле, Веселин Ненов сказал, «Мне очень понравились куйбышевцы и их братская встреча. И хотя погода стоит холодная, я хорошо почувствовал, что сердечная теплота куйбышевцев сильнее капризов зимы. Мы очень благодарны вашему замечательному театру за постановку на сцене народной оперы в Старозагоре, шедевра русской классики, оперы римского Корсакова «Царская невеста». Мы очень бережно и с любовью относимся к этому подарку наших волжских друзей. И мне хотелось бы быть достойным посланцем дружбы между нашими странами». Быть достойными посланцами дружбы удалось и Веселину Ненову, и Марии Клинчевой, которые также приняли участие в спектаклях «Регалетта» и «Евгений Онегин». И были тепло встречены куйбышевскими зрителями. Ни раз и ни два бывали на гастролях в Болгарии и самарцы. И болгарский зритель тоже принимал их тепло и с любовью, аплодируя, например, артистам куйбышевского театра «Кукол», артисты которого, прежде чем отправиться на гастроли, специально выучили болгарский язык, чтобы маленьким зрителям, пришедшим на спектакль, было понятно, что происходит на сцене. А вот режиссер куйбышевского театра драмы Петр Львович Монастырский поставил на болгарской сцене гоголевского «Ревизора». После этого у нас состоялась поездка в Старозагору в 76-м году. Мы там показывали спектакль «Зыковый», обменные такие были гастроли. Было много встреч в разных городах недалеко от Старозагоры. Мы очень подружились с болгарскими артистами. А вспоминая поездку в Болгарию, вы знаете, что меня потрясло? То, что болгары, болгарские актеры пели все наши песни. Хорошей традицией укрепления дружеских связей между городами-побратимами стало обмен спортивными делегациями. При этом куйбышевские спортсмены помогали болгарским друзьям наверстать отставания в плавании и игровых видах спорта. А те, в свою очередь, делились секретами в подготовке мастеров высокого класса в своих любимых видах спорта – борьбе и тяжелой атлетике. Так побывавшие на куйбышевской земле в сентябре 1982 года старозагорские борцы классического стиля провели товарищеские встречи со сборной командой Куйбышевской области в спорткорпусе «Спарта» областного центра и в Доме культуры совхоза «Комсомолец» Кенельского района. Тепло встретили куйбышевцы выступления двух заслуженных мастеров спорта – супертяжеловеса двукратного чемпиона мира, трехкратного победителя европейских первенств Николы Динева и бронзового призера Московской Олимпиады Панайота Кирова, а также неоднократных призеров чемпионатов страны – Димитра Бужерикова, Минча Ганева, Петра Манева и других. И это была далеко не единственная встреча спортсменов из Самары и Старой Загоры. С 70-го года мы подряд ездили 9-10 лет. Мы ездили подряд каждый год в феврале месяце. Это у нас уже было как запланировано, что первые сборы в Самаре, в Куйбышеве, а следующие сборы мы проводили в Болгарии. Потому что это города-побратимы стали Старозагоры, и Куйбышев, и команда регулярно выезжала на сборы в Болгарию. Поэтому у нас связи такие хорошие были с футболистами. Каждый год мы, приезжая на сборы, мы обязательно с бюро играли товарищескую игру. А еще дружба – это большой труд. И учиться ему надо с самого детства. Как, например, учатся ученики 132-й Самарской школы, которые прекрасно знают, как будет по-болгарски «здравствуйте» и «как дела». Ведь они переписываются со своими болгарскими ровесниками и даже бывают друг у друга в гостях. Может быть, поэтому им и не надо объяснять, почему Самара и Старозагора – побратимы. И как важно беречь это братство и эту дружбу сегодня. В этом году я первый раз участвовала в славянских чтениях в секции «Этнография». В моей секции также приезжали люди из других стран. Приезжала к нам девочка из Болгарии, как раз из Болгарии, из города Старозагора. И ей было видно, что интересно слушать, как вышивается русское полотенце. В славянских чтениях я участвую с пятого класса. Это действительно является каким-то брендом, символом, потому что они проводятся регулярно, каждый год. И уже очень-очень много участников приезжает и из Болгарии, и из Беларуси. И действительно это способствует общению и культурному обмену. Прошло 140 лет с того дня, как родилось священное Самарское знамя. 140 лет, которые отделяют нас от тех дней, когда болгары, все как один, встали на борьбу за независимость своей Родины. И Россия протянула им в этой борьбе руку братской помощи. 140 лет нашей дружбе, которая была, есть и будет. Потому что мы вместе боролись, вместе проливали кровь, и вместе, рука об руку, шли и идем навстречу Солнцу. КОНЕЦ